Здравствуйте! Сегодня полнолуние. В этот период у людей эмоции накалены до предела. Они могут найти выход в агрессивных и необдуманных поступках, в необдуманных действиях. Какая же именно фраза в соответствии с вашим знаком станет защитой именно для вас на полнолуние? Также поделюсь астропрогнозом для каждого знака зодиака. Полнолуние на этой неделе может негативно влиять на стрельцов, вызвав у них такое желание болтнуть лишнего. Тем самым могут спровоцировать конфликт. Чтобы этого избежать, стрельцы, повторяйте про себя фразу «Мои мысли добрые, добром мне возвратятся». И астропрогноз для стрельцов. Эта неделя для вас будет полна неожиданных событий и новостей. Стрельцам нужно сохранять спокойствие и не совершать необдуманных поступков. Уверенному себе и гордому льву на этой неделе нужно стать мягким и покладистым, как кошка. Ведь полнолуние окажет влияние на вашу самую главную особенность – ощущение собственной важности. Я рекомендую спокойно относиться к критике окружающих и постараться отпустить от себя все обиды. Львы, повторяйте себе каждый день на протяжении недели. Как пламя угасает, так и спокойствие меня окутывает. Астропрогноз для львов. Неделя будет эмоционально тяжелой. Могут проявиться дремлющие страсти и обиды. А к концу недели вас порадует внимание противоположного пола. Полнолуние может сделать вас очень раздражительными. И я советую вам умерить свой пыл и упрямство. Овны, говорите себе, если буду упираться, не раз буду обжигаться. Овны, на этой неделе вы можете понести ущеб в финансовых вопросах. Не следует делать много покупок, особенно под влиянием импульса. Эта неделя не лучшее время для спонтанных поступков. И есть вероятность принять желаемое за реальное. Полнолуние может оказать негативное воздействие на рака, сделав их капризными ворчунами. На этой неделе скажите вашим самым любимым людям, как именно вы их любите. А самому себе скажите обязательно. Прошлое в прошлом, настоящее в будущем. И вы сразу почувствуете, как вы сами наполняетесь позитивной энергией и не остается места для негатива. Астропрогноз для раков. Старайтесь делать только то, что необходимо. И ничем не рисковать. Не торопитесь именно сейчас решать судьбу своих отношений. Все, что нужно скорпионам на этой неделе, это расслабиться, развлечься и получить позитивные эмоции в кругу близких друзей. Повторяйте себя каждое утро. Ничего я не скрываю, говорю обо всем, что чувствую и что знаю. Скорпионы, на этой неделе постарайтесь не осуществлять важных действий. Они могут иметь негативные последствия для вашей карьеры или личной жизни. Будьте терпеливы и предупреждайте конфликты с близкими. Именно в эти дни рыбам стоит быть особо внимательными, поскольку есть вероятность потерять что-то очень важное для себя. Заведите на этой неделе блокнот. И ведите в нем планы дня, планируйте свой день, также записывайте свои мысли. Начиная с этой фразы. Я знаю, что мне нужно. И астропрогноз для рыб. В ближайшие дни принесут вам пусть и сложные, но конструктивные перемены. У рыб открывается ясновидение именно в полнолунии. Пользуйтесь этим. В период полнолуния я рекомендую близнецам обдумывать абсолютно каждый свой поступок и каждое действие. Каждый день говорите себе. Цель одна и путь я выбрала к ней одна. Астропрогноз для вас, близнецы, такой. Звезды советуют спрятать деньги подальше. На этой неделе вам следует воздержаться от любых импульсивных трат. Полнолуние может придать им неуверенности и нерешительности. Это может создать проблемы как в личной жизни, так и на работе. Весы. Я рекомендую вам отбрасывать все сомнения и полагаться на свою интуицию. Сцепите руки в замок и скажите себе. Я все смогу. Весы. Будьте открыты к общению, чтобы не пропустить возможность получения очень важной для вас информации. Или предложения о развитии какой-либо интересной для вас темы. Водолеи. Люди часто используют вас в своих целях. А вы тем временем упускаете свои возможности. В период полнолуния я рекомендую вам быть очень внимательными к просьбам о помощь. Прислушивайтесь к своей интуиции и каждый день на протяжении недели повторяйте. Помогаю, но про корыстных людей не забываю. Не давайте себе использовать корыстным людям. Астропрогноз для водолеев такой. Семейные дела и заботы – это как раз то, чем советуют вам звезды заняться на этой неделе. А вот конец недели станет проверкой ваших любовных или дружеских отношений. Не поддавайтесь на провокации. Будьте осторожны. Период полнолуния для тельцов может стать периодом обид и ссор. Чтобы этого избежать, на этой неделе проявите свои чувства к родным. Говорите им комплименты. И проговорите про себя. Красотой восхищаюсь, любовь взамен получаю. Тогда такое положение Луны на вас никак не повлияет. Астропрогноз для тельцов. Вам выпадет шанс научиться чему-то новому. В конце недели возможны денежные поступления, удачные покупки и выгодные сделки. Девы считают своим долгом заниматься нравоучениями, укорами. Полнолуние на этой неделе может ухудшить взаимоотношения с окружающими любимыми людьми. Я рекомендую девам воздержать себя от чтения моралей. Проговорите перед зеркалом себе. Не буду я поучать, моя защита на этой неделе молчать. Девы, звезды советуют вам на этой неделе трезво оценивать свои силы и возможности. В конце недели вы сможете пройти по краешку пропасти, даже не заметив этого. Но вам поможет тот, кому вы сами оказали услугу в прошлом. Полнолуние на этой неделе может обострить их пессимистические взгляды на окружающий мир. Чтобы такого не произошло, козероги, я вам советую утром, как проснетесь, и вечером, как будете ложиться спать, посмотреться на себя в зеркало с улыбкой и сказать. От улыбки дни светлее, удача притягивается быстрее. Астропрогноз для козерогов такой. Вокруг вашей персоны будет много шума. Вы можете попасть на полосу неприятностей, но у вас достаточно сил и связей, чтобы справиться с этими неприятностями и стать более заметными. Привет, друзья! Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей.